Ну, Таня, здравствуй. Здравствуйте, батюшка. Хотелось бы сегодня поговорить о семье с точки зрения мужской. В общем, даже по тем интервью, которые опубликованы и мультиблоги есть, чаще всего на эту тему беседуют женщины. Они жены, матери, они понимают, что это главное в их жизни и очень стараются об этом побольше узнать, понять, как им действительно жить. А вот другая сторона очень мало освящена – отцовство, мужество от слова «муж». Вот давайте сегодня об этом поговорим, о мужественности. Отец тоже во всех его проявлениях, потому что, наверное, отец, у которого дочери, он как-то по-особому свое отцовство ощущает, чем отец, у которого всех много или какой-то только один сын. Ну, и, конечно, об отношениях мужа и жены с точки зрения мужа. Мне тоже, конечно, и всем женщинам, я думаю, это будет очень интересно, потому что часто мы так и не узнаем реакции на наши какие-то шаги, на наши попытки стать хорошей женой, на как получилось, что получилось. Мужчин понять это довольно бывает сложно. Каким вам видится идеальный православный муж? – Есть у вас такой знакомый? Мирянин, отец семейства. На кого нам ориентироваться? – Вот так, чтобы один – нет. Но во многих людях я видел, ну, это такое проявление каких-то черт, которые неплохо бы вот в копилку этого собирательного, к сожалению, образа, можно было бы сложить. Потому что вот так, чтобы кто-то был идеальный, ну, и близок к этому, такого, конечно, не обретается. Это говорит о том, что семья, она находится, если говорить по-гречески, в глубоком кризисе. – Ну, хорошо, тогда вот, например, такой частный вопрос возьмем. Вот, например, заработок. Должен идеальный муж ставить эту сторону жизни во главу угла? Вот, например, пожертвовать ему своим каким-то призванием научным или каким-то художественным ради того, чтобы его многодетная семья была обеспечена? – Ну, вообще-то, это правильно, конечно. Потому что всякое творчество, любое, оно в истории всяких результатов достигло. И просто еще одна очередная, как бы, самореализация – это по сравнению, ну, как бы, с благополучием семьи – эта задача, мне представляется, ничтожной. – Что это совершенно не важно. Потому что ты никогда не будешь рисовать лучше, чем Врубель. Никогда в жизни. Это невозможно. Ты никогда не напишешь стихов лучше, чем Мандельштам. Ты никогда не будешь полководцем лучше, чем Ганнибал. Ну, и так далее, и так далее. Это, то есть, воем чего вообще-то? Другое дело, ну, как-то обстоятельства сложились, там, война, ты быстро сделал карьеру. И вот. Семья – это, с моей точки зрения, это самое важное. – Значит, если отец пытается в наше трудное время заработать денег, конечно, он будет мало времени уделять семье. – Не мало, меньше. – Чем если он будет сидеть, нянчить детей, а жена будет работать. – А как вам вообще такой вариант? Это тоже бывает? – Я встречал один мой друг, но только по просьбе жены. Он говорит, я устал дома сидеть, пойду на работу, сиди ты. Он два года, или, может, даже три, сидел, как это называется, с детьми. Достиг очень хорошего результата. Он вообще чрезвычайно такой талантливый человек. – Вот интересно, кем он им был – отцом и матерью? – Ну, конечно, он был отцом, но все функции матери он выполнял. Ну, я подробностей не знаю, но знаю, что такой процесс шел. И все были счастливы. Ну, во-первых, жена. Во-вторых, он сам. Ну, и в-третьих, детки. – А как это отразилось на их отношениях с женой? Вот это вот, мне кажется. – Они улучшились. – То есть он какой-то высокой духовности человек. – Безусловно. Он просто вот, чтобы ее, так сказать, ну, уважить, что ли. Это сделал для нее. – То есть вообще вы считаете, что это очень здорово, когда муж способен на такой вот альтруистический шаг? – И вообще очень здорово, когда муж способен. Этот человек, про который я говорю, он умел все. Его можно было стоять, ну, вот на любое министерство министром. Он мог разобраться в любом механизме. У него прекрасное инженерное образование. Светлейшая голова. Ну, в общем, человек, ну, из полной всяких достоинств. Вот причем удивительная скромность. То есть это вот, конечно, его супруге с ним повезло. Я не знаю, как она считает, но она его любит. Это как бы заметно. – Ну, что же вот можно было бы посоветовать большой массе таких вот молодых православных мужей, считающих себя православными? – Дело в том, что семья – это служение. Во-первых, Богу. А во-вторых, вот, ну, сначала жене, потом детям. Ну, а если есть энергия и средства, еще дальним родственникам, как мама, папа, братья, сестры, племянники. Можно даже часть внимания уделять. – А как вообще современность? – Только это, если не во вред жене. – А если таковые обязанности человека к семье, как у него может оставаться время на участие, скажем, еще в церковной общине? – Нет, ну, это же ведь церковная община – это не что-то отдельное от семьи. Церковная община состоит из семей. Они, хотя у них самостоятельная домашняя церковь, но все-таки они чувствуют себя причастны к этому организму. Мы же, вот я твоего мужа воспринимаю все равно, как вот часть нашего прихода. Вот этот наш прихожанин, который вот я время от времени с фотоаппаратом вижу, время от времени вижу его работы в издательстве, он причастен к этому. Степень причастности разных людей. Повара такая, сторожа такая, священника такая, но он все равно внутри этой семейной жизни. – А современный человек какую-то свою связь с родом ощущает, как вам кажется? Потому что от дальних родственников до каких-то уже таких родственников в углу… Очень редко. Родовая жизнь, она тоже у нас, ну, как и семейная, с этого все начинается, она разрушена. Нет такого даже вот глубокого чувства. В некоторых семьях это сохраняется и поддерживается. Ну вот, например, моя мать, она очень как-то это ощущала. Род, родственники, любила всех собирать. А когда он умерла, это сразу снизилось градус этого общения, внимания. Потому что для этого нужно очень большое сердце иметь, чтобы вмещать туда весь род. – Ну, значит, вы видели свой род. Вот, глядя на него, вы находили в них что-то с вами, вас объединяющее? – Безусловно. Ну, во-первых, это очень интересное явление. Вот, ну, человека даже, который, ну, совсем другой. Но то, что вот он твой родственник, ты чувствуешь к нему любовь. И как-то вот, если наше общение, ну, особенно родство такое, по свойству, то все равно вот встречаешься на общих каких-то семейных, больших праздниках, там, не рождение. Вот, и вступаешь вообще, не интересуешься как-то. И как-то угадываешь какие-то черты. Или это какие-то благоприобретенные уже вещи внутри этой семьи. Всякие коллизии. Ну, это, мне кажется, это обогащает вообще человека. – В вашем роду много людей вам, именно, ну, как сказать, близких по сути, в которых вы себя в той или иной мере видите? Есть там такие? – Ну, если взять церковную тему, то много. Потому что у нас практически все воцерковленные люди. И как-то вот это очень серьезная такая составляющая. Ну, и многие темы мы можем как-то обсуждать. Ну, и вот у нас у всех общая любовь к отцу. Ну, все понимают, когда мы об этом говорим. Ну, и там собираемся на кладбище. Ну, дни. Там день рождения, день ангела, день смерти. – А почему они его любят, вашего отца? Он их брат? – Ну, все уже умерли. И брать, и две сестры отцовские умерли. А еще раньше. Нет, ну, брат не так давно. Ну, очень многое связывает. Ну, потом друзья отца, они тоже как члены семьи. Мы их любим вот… У отца есть даже такие друзья, которые некрещеные. И я их люблю как родственников. Потому что полвека связывает. Даже больше. – Вот вы рассказывали о своем отце. И у меня образ его сложился. Так вы довольно… Общее впечатление довольно критично о нем говорили. А вот смотрите, получилось, что вот вы все так его долго и сильно любите. Ну, расскажите о нем поподробнее, чтобы нам все-таки вот это отцовство, эта тема вашей жизни как-то открылась. – Так у него вот того идеального отцовства, которое мы от него ждали всю жизнь, мы не дождались. Он был очень такой человек, вещь в себе. Он жил очень напряженной внутренней жизнью. А до нас доносились те лучи, которые смогли преодолеть тяготение его духа, его выпрыгнуть наружу. – А мне кажется, это как раз очень частый случай. Мне бы хотелось поподробнее про это узнать. Так вы говорили, он как бы в тени матери, такого очень сильного и яркого человека в ваших детских воспоминаниях оставался. – Ну, отец был не менее ярок, но это другая яркость вот совсем. Бывает яркость, ну, вот, оранжевого цвета, а бывает яркость, ну, такого зеленовато-серого света. – Яркость. Так. – Ну, а потом это вещи все-таки интимные. И как-то это все вываливать наружу – это всегда какие-то бывают потери из-за этого. И как-то не хочется. Это же не деньги. Чем больше раздаешь, тем больше ты их имеешь. А тут как-то это вот… Мне мать всегда учила, что настоящие чувства, они всегда остаются в тайне. А к отцу я питаю настоящие чувства. – Ну, хочется же как-то тему отцовства. – Ну, это, мне кажется, нам не поможет. – Ну, это, мне кажется, нам не поможет откроется, нет? – Нет. Ну, и то, вот он, если так прослеживать, но он так последовательно каждого из своих сыновей пытался приобщить к самому дорогому, что у него есть. А самое дорогое в жизни, ну, помимо музыки, которой он занимался, и она у нас ежедневно в доме звучала, в его исполнении, причем в основном, это еще были вот в отпуск, поездки на север. Там ловить рыбу, кормить комаров. И вот он каждый из нас брал, и каждый из нас от этого много получил. – По очереди? – Да. – Вот, это очень интересно. Не всех сразу. – Не всех сразу. Был у нас эпизод «всех сразу», я даже там в этом, этим летом чуть не утонул. Вот, это в самом начале, мне было лет шестнадцать или пятнадцать. Вот, а вот так он брал в такие походы, по-настоящему трудные, на север. Тоже очень памятно, потому что, ну, он, видимо, просто боялся со всеми тремя не справиться. Потому что… – А мне кажется, тут и другой был мотив. Все-таки общение доверительное один на один – это совсем не то. – Нет, мы еще ездили с одним его другом. То есть, вот, у нас была такая компания. Друг помладше его был на десять лет и постарше нас на десять лет. Он такой был, среднее звено. – Ну, все равно такая особая обстановка, потому что… – Нет, обстановка особенная. – Вместе с ним конкуренция. – И он себя очень там проявлял, ну, с такой необыкновенной отцовской любовью. Потому что там, ну, экстрим такой все время. И насчет поесть, и насчет дождей, и насчет наводнений, и насчет, ну, порой даже отсутствия еды. Или там в какой-то пещере можно было застрять без света. Надо было искать выход. Такие там вещи. – Мне кажется, это как раз одно это заменяет очень многое, потому что в течение года такой вот суетной, рабочей, будничной жизни, может быть, и не получается как-то пообщаться близко, а в походе один на один. – Ну, понимаете, он вот… Для него общение – это просто было пребывать вместе с этим человеком. Он никогда ничего ни с кем не обсуждал. Максимум в течение, там, полдня, полдня можно было какую-то одну или две реплики услышать. Без причастных оборотов. Как, так сказать, египетские картуши такие. И пум! И все. Да. Очень даже… Очень лаконично. – Ну, вот теперь у меня как раз сложился облик очень мужественного, такого отцовского отца. Он мужественный с точки зрения вашей? – Очень странная душа. С одной стороны, у него душа такая была очень тонкая и робкая. Но в минуту, когда надо, он мог один прям переть на несколько человек. И в его жизни было несколько таких эпизодов. – Мужественность – это сила? – Конечно. И физическая в том числе. – Не обязательно. Это сила духа. Человеку не обязательно иметь физическую силу. Понимаете, с тех пор, как изобретен пистолет Макарова, все боевые искусства, они просто ничтожны. – Ну, все-таки они не угасли, они продолжают. – Ну, это как спорт, они же никому не нужны. Ну, берешь кирпич, вот и ты вооружен. – Не знаю, я побоялась бы взять кирпич, уроню и что со мной будет. – Ну, Тань, ну ты же все-таки женщина, слава тебе Господи. – Да. – Вот в том ты ее побоялась. Вот не побояться. – Не побояться. – Да. Вот что такое мужественность – это не побояться. – Потому что, может, она направляется не только кирпич взять, а и сказать, когда что-то надо и важно. – Не испугаться, что тебе там… – А греют чем-нибудь или скажут, вот это у меня больше всего так, в чиновниках, а меня будут ругать. То есть, готов что угодно любую гадость сделать, даже вопреки должностной инструкции, лишь бы не ругали. – Ну, тогда вот давайте в сторону пока отвлечемся на мужественность. А вот, мне кажется, сейчас мужественность для всех ассоциируется с таким вот образом – мачо. Слово такое уже прочно вошло в русский язык. – Нет, ну мачо – это вещь такая киношная. Там же, ну, вот как эти самые… Витцин, Маргунов и Никулин. Это такие маски. Ну, такие гротескные. Та же мачо – это же гротеск. Таких, как бы, людей не бывает. За этой маской мачо всегда стоит какой-то живой человек. Он может даже этому поигрывать. Я вот уверен, что какой-нибудь шварценегр, он не мужественный человек. Вот как-то так, чтобы он там… То же самое, что в кино, он бы повторил где-нибудь в экстремальной ситуации. – Не верится. – Да, абсолютно нет. Просто он сдуется сразу, как такой надутый диван. – Артисты очень лицо берегут. Поэтому им достаточно кулак показать. Обычно они сразу убегают, потому что нужно беречь… – Нет, ну, если хороший артист, он может это так хорошо сыграть, что как-то враг рассеется. Если, опять, у него хватит мужества в экстремальной ситуации, а не капризы на съемочной площадке. – Да, значит, мне кажется, что у вас какой-то… Опять же, я пытаюсь так все сделать плоским. Когда вы говорили про семью, рассказывали, я говорила, похожа у вас идеальная семья теперь. Мне кажется, что у вас действительно такой был идеальный… Ну, насколько отец, мне кажется, современный. – Нет, просто по прошествии лет он умер 30 лет назад. Это огромный срок. Все его такие человеческие достоинства, они все прорисовываются с большей точностью. И, ну, тогда я просто еще не дорос, чтобы его как-то почувствовать, я уж не его понять. Чтобы его понять, я, наверное, никогда это… Потому что он настолько, ну, как бы, интересней меня самого и глубже. Что вообще… – Ну, это вообще такая тема большая и очень мне близкая. Как людям друг друга понять? И детям даже, вот, сыновьям – отца, а жене – мужу. Вот, может быть, он вот молчит? – Главное – почувствовать. – Вот это… – Почувствовать. – Да, совершенно другой вид транспорта. Я несколько раз пытался с ним как-то заговаривать на какие-то темы, но это все растворялось сразу как-то. Ну, то ли он понимал, что, ну, что с дураком говорить. Вот. – А может быть, он просто не был таким… Вот вы человек очень вербальный, словесный. Вы можете выразить очень многое. – Ну, у меня служба такая. – Вот, словесная. – Если бы у меня не было этой вербальности, я в священники и не пошел. – А большинство мужчин, они же по-другому с женщинами еще вот в этом пункте устроены, что женщина, она, ну, она, может быть, часто плохо формулирует, но она все время испытывает такую потребность постоянно все формулировать. Поэтому она к мужу всем пристает. Ты то, ты это… – Ой, женщины тоже все разные. Есть очень вообще слово «недобежный». – Редкость. – Ну, не знаю. Мне тоже кажется, что это все-таки некий такой литературный образ. Мне кажется, люди все столь многообразные, что тут… – Тут есть какие-то… – Каждый человек там оттенки. Вот нельзя сказать, что вот женщины такие или женщины другие. Вот такая женщина, да, она, может, такая, а такая, может быть, другая. Это безусловно. – Ну, там есть все-таки статистическая закономерность некая. Есть и психологи. Как-то я вот беседовала, много было бесед с психологами, а у них прямо это вот проработано и в науке, и в быту, и в практике. – Ну, понимаете, Таня, тут такая статистика, когда ты с человеком, ты как-то в него входишь, и уже все остальные исчезают. Поэтому тут нельзя сказать, а вот миллион столько, а миллион двести – вот так. Ну, собственно… – Ну, хорошо, но все равно я хочу поговорить о том, что вот жены, которые, как сказать, потребляют чужую словесность жадно, чтобы применить ее в жизни, пытаются говорить. А мужчины, ну, все-таки чаще они бывают такими молчаливыми в себе. Ну, вообще, мне кажется… – Нет, я тоже считаю, что мужчина должен был быть величаво молчалив. – Это вот очень важно. Он должен, прежде чем что-то сказать, не только думать, он должен продумать до знания, а уже потом сказать – да или нет. Вот как-то вот что-то в этом роде. Ну, если со мной, то у меня другой жанр. Мне надо, наоборот, все проговорить настолько, чтобы мне самому было понятно и чтобы это донести до другого. Потому что я транслирую вещи, которые вот прошли через ум и сердце, который представляет собой церковное учение. Вот. Совсем другой алгоритм. Я в некотором смысле даже за этим исчезаю. Я просто, ну, можно сказать, в работе или в служении своем. Как музыкант он вот дирижирует, и через это он пытается свое отношение к тому объекту, в котором, внутри которого находится, и нам донести. Ну, а мы уж в меру своего, ну, можно сказать, образования можем это уловить или частично уловить. А так обычный мужчина, ну, зачем? Он должен принимать решение. А это всегда да, нет. Я вот, не словесностью они, конечно, отличаются, а просто вот женщина импульсивна. Вот это вот ее свойство, конечно... Эмоциональнее. Это безусловно. Это проявляется чаще всего вот... Просто часто за собой ловлю, что вот сразу что-то сказать, спросить просто как реакция на какой-то внешний раздражитель. Вот и все. И у них действительно в семье, конечно, сложность в общении часто состоит в том, что эта импульсивность чуждая в мужской природе, она как-то, наверное... Да не чуждая. Есть мужчины очень эмоциональные. Там это как-то все так по-разному. Ведь женщина такая активная, импульсивная, она стремится найти, наверное, я не знаю, мне так кажется, в мужчину, который будет, наоборот, гасить все эти протуберанцы, которые из нее вылетают. А может быть так, а может наоборот. Они найдут себе пару и искр будут лететь до следующего подъезда. Так тоже может быть. Да. Да. Поэтому тут вот, мне кажется, незачем искать каких-то закономерностей. Это хорошо. Это ничего не дает. Я считаю, что вот если люди полюбили друг друга, то они должны вот этот дар любви использовать для служения друг другу и созидания семьи. Для начала самое простое упражнение – это друг другу научиться терпеть в том виде, в котором человек есть, не раздражаясь. Знаете, а вот даже от такого церковленного мужа и отца семейства такое, можно сказать, вопрошание к вам поступило. Можно ли творчески, как-то он сказал, творчески возгревать угасающие чувства к жене? Наверное, вот в процессе терпения, вот говорят, ну страсть угасает. Ну да, страсть угасает, но вот похоже, что все совсем угасает. Да, страсть, она и не нужна так особо. Ей же вещи гораздо глубже и тоньше, чем вот просто страсть. Ну мы про страсть даже не говорим. И это гораздо интереснее. Человек чувствует, что у него, видно, всякие чувства угасают. Муж. Почему? Интересуется, как это… Бескорыстные любви к деньгам могут только возрастать. – Нет, не вообще все чувства, а все чувства к жене разнообразные, вот они, видимо, со временем угасают. – Нет. – Нет. – Нет? – Нет. – Вот, ну, есть аппликация, а есть живопись. Живопись сложнее, чем аппликация. Потому что аппликация берет готовую краску. Так у людей молодых их жизнь как аппликация. Берет готовый цвет, прихлопнули, и вот из этого что-то составляется, какая-то такая мозаика. А живопись – это создание цвета, глубокого, и это неисчерпаемо. – Ну, и как повлиять на этот процесс сознательно? – Так нет, ну, живописать свою жизнь. Но тут просто воцерковление не решит. Это должна стоять духовная задача. Потому что христианская задача – это совершенствование в любви. – То есть такая сложная, недостаточно просто Бога просить об этом? – Нет. Строго говоря, молитва – это вообще, она включает в себя все. Но если молиться таким образом, что «ты вот дай мне и все», это, конечно, бессмысленная затея. Только синергия, совместные усилия божества и человека. Надо убедить Бога в том, что ты действительно этого хочешь, и к этому стремишься, и что это тебе нужно, и что ты без этого страдаешь, и чувствовать, что только Он может тебе помочь. Только тогда будет результат. А не просто «бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу», «радуйся, радуйся». Это в качество не переходит. – О супружеской любви с точки зрения мужа. Просто тогда скажите на эти евангельские слова свое слово, как муж должен об отношении мужа к жене. Потому что я помню даже, когда мы еще были молодые, все только что поженившиеся, муж моей подруги меня спрашивал, «ну ведь жена спасается четародием же, ну не я же». Понимаете, все так как-то трактуют и потом «ну я должен, муж там должен любить свою жену, но я ее люблю». Здесь ведь все слова, как бы это сказать, многозначные. Ну, повторю в 1532 раз, что любовь, она измеряется литрами крови. Любишь – почку отдашь, так сказать, не задумываясь. Надо – в понедельник узнал, во вторник пошел, лег – отдал. Или все-таки задумаешься, вот что такое любовь. Потому что очень многие люди, они как-то… Любовь воспринимает это то, что создает мне комфорт. «Я люблю свой диван, я люблю свои домашние тапочки, не смей их выбрасывать, я к ним привык». «Я люблю своего кота, я люблю выращивать клубнику на своей даче». Дальше. «Я люблю свою жену». То есть так же, как в Ветхом, Древнем Завете, не пожелай вола, не пожелай жены ближнего твоего. Полное уравнение – жена и домашнее животное. Это уже в христианстве перешагивается, человек должен идти вперед. Ну, опять, как должен. Это воля Божия, аушху. Если человек там дерется, орет, мстит, или там голодом морит, или еще чего-то, детей отбирает, чтоб ей было побольней. Это как бы не рассматривается, потому что с точки зрения евангельских – это не люди. Как бы с этих евангельских высот вот совсем такой конкретики, как люди любят, что мы все объяснили? А есть вещи, которые нельзя объяснить. Как сороковую симфонию объяснить? Ну, давайте объясним, что из этого получится. Такая же ерунда, которую искусствоведы рассказывают в Третьяковской галерее. Никакого отношения ни к искусству вообще ни к чему не имеют. Изъясняют нам сюжет дуракам. А сюжет он к живописи не имеет отношения. Сюжет – это просто повод. Ну, если человек видит в картине только сюжет, а если он сюжета не понимает, ему кажется, что живопись – это понимание сюжетов. И что тогда? Тогда этот человек пока еще ничего не понимает. Также здесь, ага, самая тонкая ткань из всего человеческого творчества – это ткань человеческих отношений. Тоньше не бывает. Все остальное грубее. И музыка, и архитектура, и живопись, и наука – все грубее. А тут вот именно, мне кажется, что с евангельских высот нельзя спускаться. И нельзя, ну, как такие тонкие вещи, ну, кирпичом не чистят ювелирные украшения. Правда ведь? Ну, вот. Угу. Хорошо. На самом деле, я про отца еще вот что хотела спросить. Значит, смотрите, у вас отец был отцом трех мальчиков, а вы – отец девочки. Конечно, мы, сознательно или нет, мы обязательно используем этот опыт вот мамы, папы в своем отцовстве, материнстве. Использую. Ну, расскажите, как? Какая есть разница? В общем, просто говорю, ну, чего, мальчонка, пойдем полы класть. Я говорю, он мне помогал на даче класть полы. Вот так вот. Ну, а что делать? Сынка нету. Ну, так в шутку все понимали это. Ну, да. Ну, ну, у меня физически сильный человек. А, все-таки. Он помогал. Вот так вот. В нашу породу. Так. Широкоплечья. Мощная. Да нет, она была девочка такая. И она очень в школе там заступалась за более слабых. Я этому молчонку говорю, правильно машу. И даже некоторым приемам обучал. Вот как у вас. Ну, что же делать? Когда в Новгороде женщина вдовела, она получала право голоса в вече. И у нас, я не знаю вообще, если бы не женщина, победили бы мы Гитлера. Роль женщины в этой войне – это потрясающе. – В чем она? – Колоссальный подвиг. – То, что они шли воевать? – И воевать, и летать, и стрелять. А сама инфраструктура. Вся... – Кто снаряды-то делал? Все – женщины. В чем это для русских? Это традиционно. Масса персонажей, начиная с Великой Киени Российской Ольги, ну, это просто стратег. Я просто ей восхищаюсь. А как она при этом смирялась? Мне в ее житии больше всего поразило, что она все время... Так смирение краше всего, конечно. Как она перед сыном, перед... Она не посмела внука окрестить, потому что сын не разрешил. Она его только мягко уговаривала. Ну, смирение – вот это же вершина человеческого духа. Даже в стратегах. Ну, а что ж получается, что вот такая русская женщина, которая в горящую избу войдет, ну, ей, особенно в настоящем, феминизированном, как говорится, мире, ну, ей так трудно смиряться. Ну, что она в машину водит лучше. Я не знаю, как там в Нидерландах, но в нашем родном отечестве, где газ только до Пушкина дотянут, женщине про феминизм ничего не известно. Женщина – это мощная, рабочая, тягловая лошадь. И если бы не она, вообще все бы встало. И большинство рабочих мест в нашей стране занято женщиной. Ну, это уж статистический факт. Даже такие трудные, совершенно мужские специальности, ну, там, врач, учитель, повар, портной – это все женщины. Все на женских, так говорят, хрупких, но это не хрупкие, это мощные плечи русской, славянской женщины. Это вот когда смотришь на гениальную скульптуру Мухиной, но она ни в чем ему не уступает. Мужику с молотом. Только она еще красивее в 10 раз. Ну, вот в такой реальной ситуации, как им строить свой быт? Еще если мужик не такой чекный. Да, быт – это есть побочный продукт. Понимаете, что там быт строится? Сейчас я буду рассказывать, как их надо обои клеить. Что быт строить? Все вытекает из человеческих отношений. Из любви, терпения, смирения, желания послужить, желания согреть. Чтобы жили люди в добре, в ласке, чтобы угадывать, что вот моему любимому в данный момент надо. Как ребеночка, вот как он плачет. Когда у меня ребеночек был маленький, я по голосу всегда понимал, что ей надо. Как отриняла руку, что, положа руку на лоб, точно до 10 градусов, говорил, какая температура. И градусникам он был просто не нужен. Чрезвычайно редко ошибался. Чрезвычайно. Это, что ж тут, естественно. Что, прям без градусов жить что-нибудь нельзя? Да господи помилуй. Ну, а все-таки с девочкой. Как-то, наверное, папа ведет себя иначе. Не знаю. Сейчас у меня мальчиков полно. Ну, вам есть с чем сравнивать. Да, и я как-то, конечно, с ними себя веду иначе. Но, во всяком случае, я через слово им говорю, ты вообще будешь настоящим мужчиной? О девочке я это не говорил никогда. Это совершенно другое воспитание. Там мужество, терпение, сдержанность. Дети, они, в общем, одинаковые. Эмоциональные, шумливые, они ябеды. Или там, ну, это все надо, как вот морковку пропалываешь, так и здесь нужно все время полоть, 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 полоть. Не путать с пороть. Все по-другому. Ну, а вот воспитанием дочки, мне кажется, вы все-таки занимались, несмотря на отсутствие времени. Так вот у вас промельки вот такие... Нет, конечно, я все время об этом думал. У меня вот и до сих пор все над тем голова работает сама. Я ее учил выживать в экстремальных условиях. Там детский сад, двор, школа, начальная школа, средняя школа, подруги, учителя. Это же люди весьма несовершенные. Ничего не понимающие ни в каком христианстве. Совершенно не представляющие, что такое ценность. Наоборот, они как вот... Ну, если, конечно, тормоза, они, так сказать, не будут, как лев, в горло вцепляться зубами. Ну, всякие такие женские гадости за сколько угодно. И, конечно, я учил это все преодолевать, безусловно. Ну, если бы это был мальчик, я думаю, ничем бы это не отличалось. Да, так это чисто подход, конечно, к мальчику. Ну, да. И такие выживательные. В принципе, поощрял ее всякие там. То она вот греблей там решила заниматься, я поощрял. То она вдруг захотела на автомобиле. Мама была в ужасе, а я разрешил. Говорю, давай, давай. А автомобиль сам рассосался. Там этот кружок до того, как открылся, я говорю, если мы запретили, она бы страдала. А там само. Там тренер не пришел, базу не нашли, в общем. А так сама все узнала, сходила. Ну, так сказать. Ну, это чисто отношение к мальчику. Это все обычно с мальчиками. С девочками как-то какие-то действительно бывают такие трепетные разговоры какие-то. Это разговоры, это всегда она. Какие-то. Садя, усаживаясь ко мне в ногах, там, что-нибудь спрашивала. А очень она это любила. маму даже так... Мам, ну, я с папой хочу поговорить. Ты же, это очень, вполне. Ну, а все равно, вот, как бы, оттачивала все, и только мама. Все ее, так сказать, воспитание, это мама... Ну, да, вот как женственность воспитать? 90 процентов. Может же только мама. Как вообще можно воспитать женственность и мужскую? Нет, ну, женственность, она же природна женщине. Она же пятилетняя. Ну, а почему же она тогда куда-то пропадает? Ну, под воздействием мощных вещей. Там, мультики вот эти. Они даже... Это в США уже бесполая такая продукция. Все говорят, кривляются голоса, все эти ужинки, это все, мерзость вот эта, мультипликационная. Вот. Ну, и потом всякие подружки, соседки. Это же все разлито в атмосфере. Это все, все вот то, что в той цивилизации, в кавычках, в которой мы живем, это все надо преодолевать. Наша цивилизация, в которой мы внутри, в которой живем, она мерзостная. Она античеловечна, она антисемейна, она антипатриотична, она антибожественна, она вся против красоты. и вот удивляешься, там, юные люди уже, они ничего, вот, красоты не чувствуют. я вот не понимаю, ну, как можно бросить окурок на асфальт? Но это надо быть уродом. обломки везде валяются, бетона, из которой арматура торчит. но сейчас вот, слава богу, у нас в Москве стали хоть цветы сажать, хоть глазу куда-то и оттолкнуться. Но тут же рядом мы увидим след КамАЗа, который проехал по газону и, так сказать, все время вот рядом даже, ну, вот эти выкрашенные желтой краской эти железные ограждения наших газонов. Ну, это же уродство. А в нашем дворе дошли до того, что камни обыкновенные, природные, выкрасили в желтый цвет. Сюрреализм. То есть, кому-то это кажется красивым. Ну, как в них воспитывать красоту в детках-то? Водить в Пушкинский музей? Любой японский мальчик знает 300 названий цветов. Любой русский мальчик и десятка не назовет. Где их учат? В школе? Да, в школе. В школе. Ну, а раньше-то учила и семья. Это же слова из японского языка. надо знать, что это означает. Вся Япония выезжает смотреть на цветущую сакару. Сидят две недели и смотрят. Или не знаю, как у них там это происходит. Они едут и смотрят на красоту. Едет и папа, и мама, и дедушка, и бабушка, и император. И все они знают, что это важно. Смотреть на красоту, которая вот еще через некоторое время, она исчезнет. А у нас какая красота? Только салют. Красота. И то, вместо того, чтобы его созерцать, орут истошным голосом. А ведь творили же предки красоту. Ну, буквально сто лет назад. каждое изба это произведение искусства. Причем неповторимого. Это не то, что один передирал наличник у другого. Вот, посмотрите, современный стул, на котором вы сидите, и вон тот стоит. А разницы между ними и ста лет нет. Но это же вручную сделано, вот этот вверх, он вручную сделан стамеской. По нему прошлась рука человека. Причем человека умелого. Он сделал, другую видел, ему понравилось, и он купил и стратил деньги. А это делала бездумная машина. Одно дело красота, другая эстетика. Одно дело искусство, а другое дизайн. Совсем другие слова. И, конечно, это все отражается. Поэтому, конечно, мы вот всю школьную программу, она прошла по фортепиано, к музыке приобщались, через это человек много наслушался, душа через это облагораживается. Ну, а вот с искусствоведами многие любят общаться, детей отводить в школу, вот эту, в Пушкинский музей. Ну, и хорошо. И я туда ходил, и моя жена ходила, когда дочь маленькой была девочкой. Как это называлось? Тюйни? Клуб юного искусствоведа. Да, да, да. Это важнейшая вещь. Почему-то мальчики особенно сопротивляются? Как вот вы на ваших мальчиках замечали? Ну, нет, как-то вот я занимался и графикой, и живописью. Там собирались такие же мальчики, которые любили живопись, как они сопротивляются. Нет, а вот приютские мальчики, пытались их? Ну, мы пытаемся все время рисовать. Рисовать, обязательно. Не, маленькие с удовольствием рисовать. Ну, а потом в нашей школе же музыка хорошо поставлена, у них этот компонент есть. Обязательно. Да, вот про женственность и мужественность, конечно, хотелось бы понять, могут ли действительно родители что-то вложить? Конечно, могут. Но тут, Таня, общий строй. ну, дом. И вот, ведь мама строит дом. И папа в этом участвует. И дети. Ведь, чтобы каждый раз слезать с табуретки, а сын или дочь могут подавать. И тем участвовать, смотреть, как делает папа или мама. Или вместе там шторы выбирать. Или объяснять, почему я беру эти, а не эти. Если все-таки папа и мама часто ссорятся, обязательно ли дети... несчастные люди, а дети вдвое несчастные. Они обязательно будут подражать, брать сторону отца и матери. Сейчас анекдот расскажу. Один мальчик, недавно поступивший к нам в приют, мы его заставили за такую операцию. Он взял динозаврика резинового и его стал кормить кашей. И говорит, все это слышали, мы выбежали, чтобы не расхохотаться. Открой пасть, сволочь! Ой, Боже мой! То значит, он такую лексику применяли в отношении к нему. вот. Поэтому дети, они аккуратно все повторяют слово в слово, причем очень умело употребляют и интонации, и в общем всегда вот я наблюдаю, как там девочка идет в колясочке, в колясочке куколка, и как она с ней беседует. Аккуратно так же, как маменька беседовал с ней. Потому что дети вообще родители воспринимают как некий эталон. А потом уже начинают подмешиваться там всякие мультики и среда детских коллективов, там уже мат начинается. Да и поэтому, конечно, родители даже возникают какие-то противоречия, должны изо всех сил сдерживаться. Но это опять-то дети очень страдают когда люди ссорятся, они в панику впадают. У них начинается такая психическая атака. Мир рушится. Ну вот. Поэтому это огромная нагрузка. И если это регулярно, то это, конечно, просто подрыв ну разрушение семьи, всяческих отношений и, конечно, порча психики детской. Даже нельзя, чтобы папа разрешал, а мама говорил нет. Мало ли, что папа разрешал. От этого нервные дети бывают. А что нужно делать? Кто-то мать должна уступить? Второй должен уступить. Вот первый сказал нет. А, тот, кто второй. Да. А потом уже, пожалуйста, когда ребенок уснул, ровное дыхание, можно включить торшер и под одеялкой ватной в тепле все это обсудить, не повышая голос. и можно придумать алгоритм, как выйти из этого положения. Допустим, убедили папу болвана, что это делать нельзя. Вот. Он должен сказать, ну все, вот денек так, а теперь вот давай будем так. Все. Ребенок это примет. Исходит от того, кто разрешил, он уже теперь это запретил. Или там, а вместо этого давай вот это. то есть надо это самое вообще большое творчество воспитания детей. Требует всего. Всего образования, всех духовных приобретений, всего ума, всех прочитанных книг. Все должно обязательно вот в эту печь. Тогда будет хороший пирог. Обычно в основном все-таки мать много времени проводит с детьми, она и выкладывается творчески. А если мать такая, знаете, не очень способная, а отец занят, как он может ею руководить? Я не знаю как, но отец должен в идеале наблюдать за всем процессом. Дело в том, что ребенок не приобретет навыков за один день. Они с матерью должны обсуждать, он должен быть в курсе дела. Идеально, конечно, он процессом руководит. Есть семьи, где мать просто звонит и спрашивает. и хорошо. Да очень много все-таки хороших семей, слава богу, на которых можно посмотреть, порадоваться и на лицо. ты еще живешь в таком ареале. Не надо это забывать. Тот круг общения, в котором ты сама выбрала и сама подбираешь круг знакомых, вот ты среди них живешь. Ну и все так стараются. А все бывает совсем иначе. Мое детство прошло в бараке. Поэтому там тоже были хорошие семьи. Да? Да, но именно семьи, с детьми. Но все равно очень часто, очень часто мужчины болели алкоголизмом со всеми вытекающими оттуда последствиями. Ну и вот как жены все-таки при этом умудрялись сражаться? Ну жены одни вызывали милицию, другие сажали, третьи дрались. Но во всток очень многие мои сверстники уже давно закончили жизненный путь. Кто в пьянстве, кто в тюрьме. Из этих семей? Ну да. Конечно. Кого просто убили там тоже такие есть. Потому что это было царство такой полной дикости. Это вот просто такое вот как какое-то изнурение такое. Нечеловеческие условия жизни, нечеловеческие отношения друг с другом и ничего света божия не видели. Сорвались откуда-то из далеких мест все. Ну самое правильное слово сброд. То есть ехали, сработали кто где. Очень много шоферами там всякими короновщиками. Все это курево, мат, грязь. И вы там долго жили? Нет, не долго, 10 лет. 10 лет отбыл. Клопых, которые на тебя пикируют с потолка. там. И тоже вспоминаешь очень много хорошего, очень много человечного такого. И люди были вот у нас там, Донна Ивановна была такая медсестра, такая прекрасная, добрая женщина. А мушка, она напьется это вообще. А когда трезвый вполне, вот я помню, когда Юрий Алексеевич Гагарин полетел, я как раз у нее был дома, там этот картонный репродуктор висел круглый, и вот, а тут неслось. Я даже удивился, что как-то это так глубоко взволновало. Вот. Потом уже летом, когда Герман Степанович полетел, то я уже ну как бы был готов, это осмысленно, и уже там на пристани, услышал, что вот я побежал в деревню родителям рассказывать. Вот. Помню, вот это я бежал с этой вести, уже понимал, что такое космос, вот. А потом Титов к нам в школу приезжал, это тоже очень важно, так памятно. Вот. Ну и все ребята в классе, они жили в таких же условиях. Мы даже думали, что это вообще такая жизнь, а летом надо в лагерь на три смены. Ничего другого. Вроде и не ждали. Как-то мы жили по заведенному порядку. Другого ничего нет, все едут, кто в лагерь, кто еще куда. Вот. Все-таки замечательно, что у вас было трое братьев, я никого таких не знаю в моем детстве. А в моем детстве не было таких. Мы были одни на школу, ни одной семьи, но что такое многодетная семья, три человека. Но мы были, и мы выживали. Все время была борьба. И младшему лучше все было. Все знали, у нее два старших брата, что из-за среднего заступался, дрался насмерть. И как-то даже в голову не приходило, что кто-то на нее налетел. Уже сразу летишь с красными глазами и смотришь, что взять по дороге. Попал и уже. А раньше очень много все дрались. Сейчас все сидят смотрят во всякие эти игрушки. наши все дерутся. Они возятся. А раньше выходит мальчик на улицу? Какой там возится? Дерутся какие-то? Нет, ну, конечно, мы дрались жестче. Только у нас сабли были. Из обручей, бочек мы делали сабли. Мы их точили. Когда там что-то начиналось, конная милиция приезжала. и тоже эти вот мужики деревенские, теперешние милиционеры, они все хорошо понимали. И, в общем, как-то вот я помню вот нашего милиционера участкового Чихашу даже в лицо. Он был как вот член семьи. Как-то вот все его знали. В общем, такая жизнь была интересная. Детей было много, но у всех по-одному. Ну, потому что, ну, что в бараке молодые люди, стариков там редко встретишь. Да, ваша мама героиня, конечно, в то время. Да, самая настоящая. это только она могла своротить. Такое. Она в институте штангу поднимала вместе с юношами. Вот мне, так сказать, это. Ну, значит, и отец был очень мужествен. Ведь он нес это все на себе, всю эту ответственность. Она это все, может быть, затеяла, а он Ну, он был ей, как бы, ну, что-то помогало по собственной инициативе. Ну, все, он жил какой-то своей жизнью, мать была недовольна. Что, вот, я помню, рефрен, что он совсем не занимается детьми. Вот, она все время хотела от него больше. Ну, бывает ли, жена довольна, редко. Не знаю. Но он же нес это все на себе, внутри. Нет, что значит нес? Ну, отвечал за это. Не отрицаю, он просто вот, как бы, такой человек. Ну, вот, вот в том-то и дело, только любовь способна всю эту ситуацию любые умягчить. ведь не разводиться из-за того, что мало принимает участие в воспитании детей, как ей казалось. Но когда он умер, нам сразу стало ясно, что это он нас воспитал, а не она. Одним присутствием это, ну, и какие-то такие поступки среди жизни, которые оказали серьезнейшее влияние. его христианское отношение к жизни. Проявление супермужества такого евангельского. Это посильнее, чем всякие нотации или того, чего она ждала. Вот оно. Да. И это открылось только вот теперь вам за прошествием? Ну, не прямо теперь, но может, ну, после смерти, конечно, уже так осмыслялось, все. А она поняла это потом? Или она все-таки осталась какой-то обидой? Ну, мне трудно. У нас всегда было много текущих вопросов. Да, все заслоняется. поэтому мы об этом не размышляли. Ну, конечно, очень важно, что, несмотря на все такие перипетии, они очень любили друг друга. и все любили. Вот это тоже очень это очень рисует человека необыкновенно точно. А как они проявляли свою любовь к вам и друг другу? Ну, я не знаю, это как-то излучалось. Но отец, смотря на отец, улыбался. Очень как-то вот это помнится тоже. Ну, и когда мы его доставали, он дал на помощь мать. сейчас это конечно комично очень. Ну, вообще был такой человек комичный. Комичный. Он чем-то напоминал артиста Пуговкина. Такой по внешнему, такие же усы, такой же мать. Очень обаятельный артист. Да, да. Ну, у Пуговкина все-таки гротеск, а у отца так все естественно было. Но все-таки вот он как-то такая милость в нем была необыкновенная. Но она же не только обижалась на него, она, наверное, какие-то старалась порадовать его чем-то. Мы жили чрезвычайно бедно, и особо порадовать было нечем. Вообще это ну трудно, это даже не бедность, это крайний порог нищеты. Просто вот сейчас это уже ну невозможно себе представить. вот но никакого уныния не было. Она вся была жизнерадостная, всегда над собой смеялась, ничей никогда никаких нарядов не надо. Ходила все в одном пальто всю жизнь. ну она такой очень легкий человек в этом смысле никаких-то таких. Хотя она страдала от отсутствия денег и может и попрекала так время от времени. Ну с другой стороны его отец нам материально помогал. Там подбрасывал время от времени деньги. Или когда вот я помню он государственную премию очередную получил. Мы купили одеяло. по-моему даже пальто. Ну сейчас одеяло я помню хорошо. Они у нас очень долго служили но пока уже не истлели просто там в них были прорехи их зашивали но это одеяло таких клетчатые как пледы три штуки. Нет вот безропотно прожить такую жизнь это мне кажется очень важно. То есть она могла до смерти запилить но нет все вытерпеть но тоже это благодаря условиям жизни потому что мать ее умерла в 30 лет от диабета отец значит был арестован на Лубянке и там его лупили год целый вот но слава богу как-то вот он его во время войны отпустили то есть он сумел так дело повернуть что все обвинение совершенно рассыпалось но его почему-то выпустили хотя вот мать ходила к юристу ей тогда было 16 лет он сказал расстрел даже и не думайте вот и вот она одна с младшей сестрой то есть у нее закалочка была тоже будь здоров в самом таком переходном возрасте без матери остаться это уже довольно трудно ну что закончим рассказали и про мужественность и про женственность спасибо очень интересно спасибо я думаю мы дальше продолжим хорошо всего вам доброго до свидания всего доброго